Соглашение подписано. Уважаемые участники, просим вас обменяться папками и сделать общее памятное фото. Пара подписей и памятное фото в России запускают пилотный проект системы по контролю качества воздуха. Накануне документы подписали лидеры компании Норникель и российский экологический оператор. Нововведение начнет работу уже весной следующего года на севере Красноярского края. Автоматический мониторинг частоты воздуха запустят сначала в Норильске, а затем в Манчегорске Мурманской области в тестовом режиме. Авторы проекта уверяют, что такой подход поможет более оперативно следить за загрязнением воздуха. До сегодняшнего дня мы получаем информацию, мы, я говорю сейчас о государственных структурах, в бумажной форме. В бумажной форме в виде статистической отчетности о том, какое загрязнение воздуха случилось. Соглашение, которое сегодня подписали, говорит о том, что с датчиков, то есть автоматизированные способы контроля, учеты выбросов в атмосферный воздух будут передавать в онлайне информацию в государственную часть системы мониторинга, в том числе атмосферного воздуха, его загрязнения. И в этом уникальность такого соглашения. Проект реализуется совместно с Норникелем. Компания является главным новатором в этой области. Благодаря поддержке предприятия процесс запуска экологических проектов будет идти в несколько раз быстрее. По законодательству на реализацию подобных нововведений уходит от четырех лет. Компания при этом намерена учитывать не только концентрацию углерода в воздухе, но и количество парниковых газов. Такой вид загрязнителей еще не до конца научились выявлять с помощью датчиков. В компании надеются, что через некоторое время результаты мониторинга станут доступны не только для государственных органов, но и для всех граждан. В идеале проект должен завершиться тем, чтобы эта информация в автоматическом режиме не только поступала в распоряжение госорганов, но и стала бы доступна общественности. То есть это в режиме онлайн эти данные будут появляться, и, соответственно, это улучшит степень общественного контроля и просто для граждан создаст возможность понимать, в какой атмосфере они живут. Нурникель собирается внедрить систему контроля воздуха в основных регионах своего присутствия. Однако в компании рассчитывают, что этот опыт позволит установить онлайн-мониторинг по всей России. Дмитрий Романько, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова